Властелины киноужаса В основе сериала одноименная книга Джона Маккарти Исполнительный продюсер Тед Уинберг Продюсер Брэд Маккормик Редактор Хэлли Рихтер Режиссер Вин Уинберг Купюру в один доллар в наши дни практически ничего не стоит, особенно в мультимиллионном мире киноиндустрии. Но есть режиссер, который знает, что копейка рубль бережет. Многие известные актеры и режиссеры когда-то начинали свою карьеру, работая с ним. Они знают, что он, как никто другой, умел выжать из скромных средств все, что было возможно. Немногим режиссерам в истории кино удалось снять качественные и прибыльные фильмы при весьма ограниченном бюджете. Сегодня вы узнаете о потрясающей карьере режиссера, чье имя стал легендой при жизни. Его зовут королем фильмов в категории «Б». Итак, единственный и неповторимый. Роджер Корман. Роджер Корман. Король фильмов в категории «Б». Мне очень нравится пугать людей. Это так весело. Чем больше я работаю в этом жанре, тем успешнее мне удается сочетать ужас с юмором. Роджер – настоящий король фильмов категории «Б». Ему нет равных. Роджер Корман лучший. Он может все. Он очень умный человек, практически гений. Он доказал, что развлекательные фильмы можно снимать с помощью исключительно подручных средств. Он денег на ветер не бросает, но тратит доллар так, что на экране он выглядит, как вся десятка. Он родился в дешевых джинсах. Это очевидно. Роджер Корман родился в 1926 году. Он собирался стать инженером, как и его отец. Но, окончив Стэнфордский университет с дипломом инженера и отслужив в военно-морском флоте, Корман понял, что его манит Голливуд. Он устроился на работу курьером в компанию «20-й век Фокс». Его зарплата составляла 32,5 доллара в неделю. Когда в отделе сценариев появилась вакансия, Корман воспользовался прекрасной возможностью удвоить свое жалование, устроившись на работу в качестве аналитика сценариев. Но с первого дня на новом рабочем месте Корман стремился занять более высокое положение. Он хотел снимать свои собственные фильмы и зарабатывать более серьезные деньги. Вскоре Корман приступил к съемке своего первого независимого проекта «Монстр со дна морского». Корман умел снимать успешные фильмы при скромном бюджете. Кроме того, его картины привлекали молодежь. Этого не могли не заметить два предприимчивых джентльмена, которые тоже мечтали снять свой собственный независимый фильм. Джеймс Николсон раньше работал агентом по букингу фильмов, а Сэмюль Акроф — юристом в шоу-бизнесе. До этого Роджер снял фильм, и его дистрибьютор не смог его достойно представить публике. На фильм поступило всего три заказа, и Роджер разочаровался в своем агенте. Мы познакомились с ним, когда он уже снимал свою вторую картину, и договорились о том, что займемся ее раскруткой, а также четырех его последующих работ, одна из которых называлась «День конца света». Вместе с Корманом они создали независимую компанию, снимающую кино для подростков, которая в 50-х годах обретала все большую популярность. Их компания называлась «Корпорация американских релизов», но через несколько лет была переименована в «American International Pictures». Фан назвали ее просто — «A.I.B». Роджер подходил нам идеально. Вначале он сам снимал и продюсировал свои картины. Роджер Корман стал главным режиссером в новой компании. Вместе со своими партнерами он первым увидел возможность опустошить карманы скучающих подростков, которые с готовностью тратили свои карманные деньги на фильмы ужасов. Кто ходил в кино? Подростки и неженатые парни и девушки. Зачем? Чтобы хоть на пару часов уйти из дома и отдохнуть от родителей. Да и родители были рады выпроводить их из дома. Они стремились заставить зрителей смеяться, бояться и, затаив дух, следить за стремительно развивающимися событиями. Бюджет выделялся минимальный, благодаря чему прибыли были гарантированы. В 60-е я был большим поклонником таланта Роджера Кормана. Мне нравились фильмы, которые снимались на его киностудии. В колледже мы с друзьями с удовольствием ходили в кино на его фильмы. Их было гораздо интереснее смотреть, чем то, что снималось в те годы на других студиях. Первым фильмом, который Корман снял для Николасона и Аркоффа, стал готичный дриллер «Быстрое и безумное». Картину отдавали в прокат кинотеатрам с тем условием, что кинокомпания получит сумму в два раза превышающую затрату на создание фильма, чтобы можно было снимать новые проекты. Именно с этого и начала компания AIP. В тот же год Корман решил попробовать себя в работе над фильмами в другом жанре, сняв для Николсона и Аркоффа вестерны «Пять стволов запада» и «Женщина апач». Об этих фильмах быстро забыли. Сейчас невозможно даже найти фотографии с кадрами из тех вестернов. Зато следующий фильм, снятый Корманом и его командой «Чудовище с тысячей глаз», определил направление, в котором режиссер и его киностудия работали все последующие годы. «Я прилетел на вашу планету из галактики, расположенной в сотнях миллионов световых лет. Я вижу все, и птиц, летящих в небе, и животных, бегущих по земле. Мои уши и глаза повсюду. Я вижу все. Я чудовище с тысячей глазами». Роджер прорабатывал все детали, а мы следили за всем процессом, вплоть до монтажа. Затем Корман вносил свои коррективы. И вот мы с Джимом смотрим рабочий материал «Чудовище», но никакой твари в нем не обнаруживаем. Я звоню Роджеру, его в тот момент не было на месте, и говорю, «Роджер, мы вообще-то снимаем фильм про «Чудовище с тысячей глаз». Естественно, что зрители захотят увидеть эту тварь. Где она? Корман отвечал что-то невразумительное, а потом сказал, «Я просто не снял эту тварь, у меня не было на это ни времени, ни денег. Если вы считаете себя такими умными, возьмите и снимите ее». Мы начали искать реквизит. Взяли чайник, проделали в нем 50 дырок, которые должны были обозначать глаза. Мы пропускали через них пар, который окутывал все это существо. Вот так и была сделана тварь с тысячей глазами. В 50-е годы Роджер Корман непрерывно снимал фильмы для своей киностудии, а также для конкурирующей компании «Аллайт Артист», которая тоже была ориентирована на молодежный рынок. Пожалуй, меньше всего публике понравился его фильм «Ведро крови». Думаю, его просто затмела картина «Маленький магазинчик ужасов». Я все ждал, когда «Ведре крови» вновь вспомнят. По мне, это просто классика оккультного фильма, но этого не произошло. Мне кажется, что из всех фильмов Кормана «Ведро крови» самое смешное. Она внешне ничего. Ну что ты намекаешь? О, Элизабет. «Ведро крови». Кто это все придумал? Сумасшедший. Фильм напоминает капсулу времени 60-х годов, в которую посадили битников. Именно поэтому фильм кажется мне забавным и смешным. Жаль, что зрители о нем совсем забыли. Она вдохновляет. Любовь — это искусство. Искусство — это любовь. Самое странное и необузданное. Я больше не хочу лепить статуи. Я хочу жениться на тебе. Комедия ошибок. Комедия ужаса. Картина, в которой вы будете рыдать от смеха. «Ведро крови». Чем-то этот фильм напоминал «Маленький магазинчик ужасов». Роджер Корман нередко смешивал комедию и ужас, как, например, в фильме «Маленький магазинчик ужасов», ставшем классикой кино. Роджер назвал его в числе своих любимых картин. Фильм был настолько уникален, что быстро стал культовым явлением. Позже, по его мотивам, поставили успешный бродвейский мюзикл, который также был экранизирован. Как правило, времени на съемки отводилось мало — от пяти до десяти дней. И бюджет урезался до минимума. Зачастую на студии снималось одновременно два фильма, чтобы сэкономить средства на аренде аппаратуры и хранение декораций. Рассказывали, что часто Роджер после съемки очередного эпизода вдруг говорил, «А ведь мы не на той съемочной площадке». И тут же исчезал. Съемочная группа мчалась за ним со всеми камерами и оборудованием. Это покорило мир. Действие фильма «Это покорило мир» должно было происходить на одной из огромных планет, которая во много раз больше Земли. Я прикинул, какие существа могли бы жить там. Огромная сила гравитации прижимала бы их к поверхности планеты, поэтому я придумал некое тяжелое, толстое, широкое существо, которое не сильно возвышалось бы над Землей. Макет полностью соответствовал моим пожеланиям. И вот наступил первый день съемок. Модная в то время актриса Беверли Гарланд, которая снималась в главной роли, искрособросила на меня взгляд, убедилась в том, что я на нее смотрю, потом подошла к чудовищу, посмотрела на него сверху вниз и сказала, «Так это ты, значит, пришел завоевывать Землю? Получай!» И пнула его. Я остановил работу, подозвал к себе Чака Хэннерола, сценариста и помощника режиссера, он был моей правой рукой. Я понял, что с научной точки зрения прав, но забыл учесть психологию зрителя. «Чудовище в любом случае должно быть крупнее главной героини». Я сказал Чаку, что хочу изменить последовательность съемки сцен. В то утро мы снимали другие планы, но к обеду у нас уже должно было быть чудовище трехметрового роста. Так и случилось. К часу дня перед нами предстало то, что и было нужно. Я понял, что зря сомневался в Роджере. В фильме «Это покорило мир» появилось резиновое чудовище. Оно было потрясающим. Мой любимый фильм Роджера Кормана? Их немало. Например, «Женщины-викинги» и «Змейное море». Абсолютно безумный фильм, но я от него в восторге. Фильмы про шальных теток, которые восстают против мужиков, Роджера снимал в конце 50-х годов. Старые фильмы Кормана напоминали сериал «Драгнат», в котором одни и те же актеры играют разных персонажей. В его картинах порой происходило то же самое. Типичными фильмами Кормана этого периода были «Атака крабов-монстров» и «Женщина-оса». Мне нравятся фильмы про крабов-монстров. Мне было лет 10, и я прекрасно знал, как выглядят крабы в реальности. Я шёл в кино, понимая, что эти крабы-убийцы будут, скорее всего, выглядеть как дешёвая подделка. Так что приходилось воображать, что крабы в кино настоящие, чтобы испугаться. Зато мне нравился сюжет. Эти гигантские крабы-чудовища были действительно очень большими. Это был не спецэффект, крабы показаны в натуральную величину. Они умели думать и хотели править миром. Мне тогда было 7 лет, и на меня эти монстры поразвели неизгладимые впечатления. Их показывали на сеансе одновременно с фильмом «Не с этой планеты». «Не с этой планеты» — один из самых необычных фантастических фильмов о вампирах, когда-либо выходивших на экраны. Он страшнее самого Дракулы. Самый ужасный вампир. Помню, когда я смотрел «Не с этой планеты», пришёл просто в ужас от некоторых эпизодов. Я думал, «Боже, они заходят слишком далеко». Ему нужно лишь одно — кровь. Он охотится на людей. Ему нужна человеческая кровь. Он ищет то, что является для нас противоестественным. Ведь это неземное существо. Его картины вызывают у зрителей страх. Режиссёр добивается именно той реакции, на которую рассчитывает. Значит, даже при скромных средствах можно снять фильм ужасов, если у вас есть оригинальные идеи и волнующие сюжеты. Он прижил из космоса, чтобы уничтожить жителей нашей планеты. Он оставляет за собой кровавый след кошмара. Он хочет меня убить. Держитесь, мы уже выезжаем. Не могу. Жертвы вампира. Самый страшный кошмар, воплощённый на экране. Он снимал весьма странные фильмы. Вы никогда не знали, что ожидать от Кормана на этот раз. Это было здорово. Давай подумаем, кто может быть сильнее королевы пчёл, чтобы с ней справиться? Даже не знаю, она так же коварна, как Чёрная вдова. О, нет, это может быть опасно. Нам ничего не остаётся. Мы должны спасти Джанет. Женщина-оса. Потрясающая женщина, предлагающая учёным потрясающие теории и требующие потрясающих результатов. Сколько лет? Сколько лет? Ну, 23. Днём она королева красоты, а ночью кровожадная оса. Несмотря на дешевые декорации и скудность бюджета, ранние фильмы Кормана представляли собой завершённые картины. При этом их неплохо принимала целевая аудитория. В 50-е годы, как и сегодня, людей волновала идея о том, что человеческая раса может сама себя уничтожить. Я серьёзно относился к этой потенциальной угрозе, что и воплотилось в некоторых моих фантастических фильмах. Нон-класс. Они обладают способностью создавать любое количество своих двойников. Они обретают образ человека, но им не страшны силы, способные погубить любого смертного. Война за власть над Вселенной. Война спутников. Современным молодым людям стоит посмотреть фильмы Кормана о подростковой преступности. Картина «Девушки из колледжа» и «Куколка-подросток» были сняты в одном и том же году. Они наделали много шума. Эти фильмы были скандальными даже с точки зрения прогрессивной молодёжи 50-х. «Куколка-подросток» не так мила, как кажется на первый взгляд. За милой наружностью скрывается смятение и ужас шокирующей реальности. В вашем городе тысячи девушек становятся такими же куколками-подростками. Теперь весь мир против меня. Это я убила того нищего. Нам нужно убираться из города. В умении выжимать из скромного бюджета максимальную удачу Роджеру Корману не было равных. Современным режиссёрам, работающим на том же финансовом уровне, есть чему у него поучиться. «Отрешитесь от мира! Присоединитесь к Ричарду Гарлингу, Памеле Дункан, Элисон Хейс в жутковатом мире живых мертвецов!» Насколько я знаю, «Не мёртвый» — единственный фильм ужасов, снятый белым стихом. «Я не могла сказать тебе этого раньше, но теперь я тебя люблю и хочу тебе помочь. Я ведьма». «Ведьма?» «Не забывай, ты ведьма!» Но текст был написан так, что его можно было разложить на реплики персонажей. Мне такой способ подачи показался интересным. «Неземной ужас насильственной смерти». Идея была довольно странной, поскольку речь шла о реинкарнации. Мы с Чаком написали сценарий, который назывался «Гипноз Дианы Лав». После чего сняли фильм, в котором Пэм отправилась в прошлое, видимо, в Средневековье. А поскольку к тому времени интерес к переселению душ и гипнозу паутих, для проката мы сменили название фильма на «Не мёртвое». Однажды Корман, как всегда, целый день напряжённо работал, снимая сцену за сценой. И для «Не мёртвых» ему понадобился кадр с восходом солнца. Он решил, что закат вполне сойдёт за восход. Съёмочная группа уже собиралась домой, но Корман сказал оператору, «Подожди, нужно снять ещё один кадр. Сними закат». Оператор говорит, у меня закончилась плёнка. Корман ему в ответ, «Меня это не волнует. Ты должен сделать это в любом случае. Сегодня». Со временем Корман стал более опытным режиссёром и начал предъявлять к себе повышенные требования. Его фильмы по-прежнему снимали быстро и недорого, но теперь Корман больше внимания уделял более тонкой проработке персонажей и развитию сюжета. В 1963 году Роджер Корман выпустил фильм, который подростки приняли на ура. 14 августа. Начинаю эксперимент X. Ставлю его на себе самому. Меня зовут Джеймс Экзевия. В главной роли в фильме «Человек с рентгеновскими лучами вместо глаз» снялся Рэй Милланд. Он сыграл учёного, создавшего вещество, которое давало человеку рентгеновское зрение. Человек с рентгеновскими лучами вместо глаз. Что с вами? Я вижу мир иначе. Тут столько света. Человек с рентгеновским зрением пытается помочь тем, кто нуждается в его помощи, а также наслаждается женским обществом, тайно изучая анатомические особенности и прелести женских тел. Нет, это просто мои глаза. Со временем лекарство действует всё сильнее, и герой начинает видеть то, что скрывается за поверхностью повседневной реальности. Этот врач верит то, во что невозможно поверить. Волнующая развязка. Фильм снят с использованием специальных эффектов. В главных ролях Рэй Миланд, Диана Вен Дервис, Гарольд Стоун, Джон Йотт, Дон Рикклес. Ты должен бежать. Нет! В финале фильма учёный сходит с ума. Благодаря лекарству он увидел слишком много, и он вырывает себе глаза. Фильм «Человек с рентгеновскими лучами вместо глаз» был смелой попыткой рассказать о том, что находится за гранью человеческого восприятия. Но всё же Корману не стоило за него браться, потому что у него не было средств на сложные спецэффекты, а в этом проекте они просто необходимы. Голливуд заговорил о Кормане, когда он начал снимать фильмы ужасов по произведениям Эдгара По. Сейчас этот цикл стал легендарным. Первый фильм этой серии назывался «Падение дома Ашеров». Давай завтра же убежим из этого дома. Если бы я только могла. На протяжении сотен лет в этих стенах совершались сотни злодеяний, вынашивались сотни жестоких планов. Теперь сам дом буквально пропитан злом. Фильм наделал много шума. У Кормана и его киностудии появился авторитет, равного которому не было ни у одного представителя киностудии. Он это заслужил, поскольку работал, не покладая рук. Он был очень требователем к себе и ко всем, кто с ним работал. Меня страшит неизвестное. Я не могу управлять этим навязчивым страхом. Он прочно засел в моем мозгу. Так что в своей работе я часто опираюсь на теорию старика Фрейда. Роджер Корман считает, что его фильмы не относятся к категории «Б», поскольку к тому времени, как он начал работать в кинобизнесе, студии уже перестали снимать малобюджетные фильмы. Он считает, что снимает исследовательские проекты и не понимает, почему его считают королем фильмов категории «Б». В следующей серии мы продолжим знакомство с удивительным режиссером Роджером Корманом. С вами был Джон Маккарти. Я Джон Маккарти. Программа дублирована на студии Tutti Records по заказу студии U7 TV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова